Внимание! Внимание! Сведения встречающих рейс номер 774 из Лондона. Рейс задерживается по причине метеоусловий. Слышите, у них метеоусловия. Самолёт из Лондона введен во время. Час назад должен был быть здесь. Спрашиваю, где он? Что случилось? Никто ничего не отвечает, а? Девушка, скажите, что там в 774 из Лондона? Я вас очень прошу. Молодой человек, я вам уже всё сказала. Ждите дополнительной информации по залу. Привет. Девушка, вы можете... Нормально. Нет, нет, нет. Что ж, что-то у нас сейчас никакой информации. Хоть бы что-нибудь сказать. Ну, куда он? Хоть бы что-нибудь. Внимание! Сведения встречающие. Рейс номер 774 из Лондона совершил потапку. Ну, вот приезжай. Другого и выйти вагон. Такси, такси! Сначала настать штука. А потом нам отзвонили, что наш самолёт находится в зоне турбулентности. И тут так затрясло. Кто не успел пристегнуться, так подпрыгнули. Вещи покладывали. Такси недорого. Игорь Николаевич, ну как там? Страшно было? Где там? На том свете? Там всё просто. Вот думаю, стоило ли. Возвращаться, думаю, стоило ли? Такси недорого. aqui. РУПРЫВАНИЯ Субтитры подогнал «Симон» Игорь Николаевич, кофе, пожалуйста Нет, спасибо Поэтому, Игорь Николаевич, мое предложение больше не вкладываться в дешевую панель А вкладывать деньги в кирпично-монолитное жилье В пригородах Москвы, а также в, спасибо, в коттеджные поселки и в таунхаусы Других способов инвестирования денег я просто не вижу Подожди, Олег, я не поняла Что мы делаем с элитным жильем? Мы этим вообще больше не занимаемся? Лина, я тебе многократно говорил, мы этим больше не занимаемся Хороших предложений на этот счет просто нет То, что предлагают строить, предлагают строить фактически на торфянник И кто это потом купит? Игорь Николаевич, хороших мест просто не осталось Что, совсем не осталось? Нет, но есть условно подходящие для этого места Например, вот здесь вот заповедник, а вот здесь вот генеральские дачи А вот это что? А вот это замечательное место, сейчас покажу Это маленький и красивый городок, практически одноэтажный Рядом река, лес, прекрасная, просто прекрасная экология Но проблема в том, что местные власти не хотят с нами договариваться Так много просят? Я бы сказал наоборот Садитесь, Олег Михайлович Спасибо Я попробую сам пояснить Игорь, понимаешь, этот городок, кстати, он называется Пригорск Он областным властям не подчиняется Местный мэр добился того, что все важные вопросы, включая строительство Решает напрямую городская администрация Там его уважают и в его дела не вмешиваются Ну, отлично, значит, нужно дать лично мэру? Не берет Он считает, что там какие-то особенные целебные источники бьют И коттеджи там строить нельзя никак, только санаторий Два года с этой идеей носится и к Пригорску близко никого не подпускает Да он ненормальный, Игорь Николаевич Я же у него был Семья большая, живут на копейке И фамилия у него такая же дурацкая, как он сам Ромашкин Станислав Альбертович, мне как-то странно слышать от такого опытного сотрудника, как вы Такие неубедительные доводы Вам лучше меня известно, что на любого чиновника, а тем более на мэра Крохотного Городка Можно найти управу Прошу вас лично заняться этим вопросом Через месяц Пригорск должен быть включен в план инвестиций по элитным коттеджам Сегодня у нас какое число? Сегодня 18 18 18 июня, правильно? Да Все, значит, 19 июля я жду вас с докладом по этому вопросу у себя Хорошо Игорь Николаевич Вы в ресторан с Андреем поедете или с другим водителем? Какой ресторан? Ресторан Фазенда на Никольной горе, у нас же сегодня корпоративная вечеринка, забыли Извините там за меня, я не поеду Только праздник вам весь испорчу, настроение что-то никакого, домой поеду Андрея позовите Угу Позвони жене Просто великолепный футбол показали сегодня немецкие футболисты Да, у этих парней сегодня получалось все Балок, ясно Вот, 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 настоящий герой этого матча Германские футболисты выходят в четвертый зал чемпионата Европы Здрасте, Игорь Николаевич Здрасте А это что? А это гости у Виктории А это гости у Виктории Бобейли Добавьли Добавьли Дани Твои Только чтоб не потерять мне свет любимый глаз Отсылаю смски в сотый раз Заставляет сердце биться вновь и вновь Моя вера, 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 вера Милая О, соскучились по шеркану-то, Игорь Николаевич Чуть с ним Вставай! Вставай! Ну пошёл! Сгони! Сгони, ну! О, Господи, что ж ты делаешь, дураку! Что же? Вставай! 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 Что ж ты сама-то наделал? Почему не идем в банк? Почему не отдаемся в руки профессионалов? Как о какой-то большой, очень далекой, но при этом какой-то немножко несуразной стране, где все такие. Тысячи гектаров леса в Анталье превратились в пепел. В турецкой провинции бушу сильнейшие пожары. Как сообщает местное телевидение, борьба с огнем идет круглосуточно. Вам помочь, Игорь Николаевич? Не надо, иди спать. На втором этаже место найдешь. Игорь Николаевич, Игорь Николаевич? КОНЕЦ СПОКОЙ СТОКОЛИН Эй! Эй! Ты кто такой? Ты чисто и делаешь! А вы кто? Простите. Я тебе дам, простите! Я тебе покажу кто это такая! Вы чё тут? В чужие дворы уже? Уже залезают уже! Чё такое здесь? Тихо, спокойно! Ты дверь сломал! Я тебе покажу, что ты наделал. Я посмотрю, что там сделал. Ну, совсем обнаглели, в чужой двор залез. Это что ж такое делаете-то вообще? Ну, что я там сделал? Смотри, что наделал. Ага. Ага. Ещё один. Ещё один. Алкогольки. Часы сломали. Ну, я вам. Ну, я вам. Я тебя щас! Я тебя щас! Эй-эй-эй! Ты! Ты кто такой? Эй-эй-эй! Эй-эй-эй! Эй-эй! ПОДПИШИСЬ Игорь Николаевич, тут такое дело, бензин в баке почти закончился. Вчера отогнали, что… Что, и до заправки не дотянешь? Да, может, и дотяну, но денег у меня тоже нет. Домой-то я не заезжал. Принеси пиджаки из дому. Где ты там валяется? ПОДПИШИСЬ Слушай, у меня тоже денег нет. Одни кредитки. Что-то мне подсказывает, что в здешних местах не найдем мы терминалов для ваших карточек. Ну что, проснулись, алкаши? Продрали глазоньки-то? Плохо ведь, небось. Пойдемте, я вам тут горяченького принесла. Небось, хорошо-то будет после вчерашнего. Светка… Вот ты и дома, Игореха. Давайте я вам сметанку-то еще положу. О, хватит-хватит, все, спасибо. А то, как мать похоронила ни слуху, ни духу от тебя. Хоть бы весточку бы прислал, мол, жив-здоров, мол. А? Думал, что я никому не нужен. Здрасте, а я как же, я хоть троюрная, да сестра. Я ей придубывала, тут че почищу, че смогу покрашу. Крышу вот хотела починить, но там черепица особая. Ее дед Микола сам обжигал. Говорят, теперь такой не найти. Как дед Микола строил? Дед Микола, он был мастер был, таких уж нету. А они говорят, ломаться надо. А я им, говорю, дам ломать, говорю. Вот брат приедет, он и разберется. Вот и приехал, Игореха. А вы, петрушки-то, ешьте, ешьте. Не стесняйтесь, как зовут-то тебя? Андрей. Ой, Андрей. А у меня зять будет Андрей. Я дочку в субботу замуж выдаю. Как хорошо, что ты приехал. Ты у меня видный такой. Мне теперь перед роднёй-то, Жениховской, не стыдно будет показаться. А то, думаю, пропал, видно, в тюрьме по наследству. Или сгинул где по характеру твоему. Я-то тебя знаю. Сгинул, думаю. Ну, мой Игорюш. Люди такой болтают. Говорят, что ты вроде как в Москве, вроде как, это, ну, разбогател. Ну, я не стала верить. Мало ли, что люди набрешут, наговорят на человека хорошего трудящего. Чего хлебка ты такой? Ты ешь давай, ешь. Ты шофёр, что ли, вроде? Ну, да. А, у меня зять тоже шофёр. Я сразу поняла, что вы с Игорьком на пару шоферите. У меня зять, знаете, кого возит? Начальника милиции. А вы кого? Да одного там возим. А, главное при деле, да? Свет, ты мне денег дай. У нас бензин кончился. Я сегодня в Москву приеду, тебе вышлю сразу. То есть, ты что, уезжаешь, что ли? Ну, конечно. У меня же дело в Москве. А. Свет. Свет. Ну, я вернусь через месяц, обещаю. Ну, не через месяц, через два, ну. Дела сделаю и приеду. Я тебе обещаю. Свет. Свет. Ух ты. Уезжай. И чтоб я тебя больше не видела. Столько лет ждала. Ждала. Сегодня увидела. Аж сердце прыгнуло. И вот, думаю, будет у Ниночки посаженный отец. Но ведь одни одиношенькие. А у жениха у него полгорода родня. Они даже музыкантов позвали. А ты, на, на возьми, роденьки. Свет. Уезжай. Уезжай. Не хочу видеть. Ты что, плачешь, что ли? Света. Ну, все. Ну, все. Я приеду, Света. Все. Все, ищи. Все. Виновь. Все. Я так тебя ждала. Спасибо, голубушка. Вика, мне очень жаль, что приходится об этом говорить, но Игорь Николаевич позвонил мне и поручил объявить вам об условиях развода. Да? Мы же с ним подписали брачный контракт. Совершенно верно. И этим контрактом предусмотрено, что в случае развода вы получаете ежемесячные алименты в хорошо известном вам размере. Да. Меня это устраивает. Да, но, понимаете, один нюанс, одно маленькое примечание. В случае установления факта супружеской измены вы лишаетесь права на алименты. Игорь сообщил мне, что считает этот факт установленным. Также он сообщил мне, что в случае, если вы не согласитесь с этим, будете оспаривать этот факт, он просто вынужден будет начать бракоразводный процесс в судебном порядке. И даже если нужно, привлечь к делу свидетелей вашей вины. Я вам больше не голубушка. Он не может так со мной поступить. Увы. Да, вы не знаете этого человека. Вы, вы не знаете. Я музыкант. Вы понимаете, я положила карьеру на него. Я семь лет с ним прожила. Но это же как танк, понимаете? Он любого переедет. С ним невозможно иначе. Я такое в суде про него расскажу. Мало не покажется. Зайчишка, я поеду, поеду. Подожди, ты куда? Ну, постой. Подожди. Нам надо поговорить. Я тебя умоляю, Зайка. Ну, ну ты пойми, ты у меня такая красотка. Я такой бедный. Ну, подожди, нам нужно остаться. Нам нужно говорить, нам нужно... Я смогу тебя содержать. Все, все, прости, прощай. Подожди, 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 подожди. О, о! Сволочи. Просто сволочи. Все сволочи. А почему вы нарисовали беседку? Там же ее нет. Ну, мне рассказывали, что она там была. Много кто рассказывал. Да, была. Это ж так красиво. Да, была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Семенов, погоди, я тебя узнала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, Семенов, ты посмотри на себя. На кого ты стал похож? А? В старших классах ты вроде взялся за ум, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кира Михайловна. Кира Михайловна. С учета тебя сняли в комнате милиции. Ты помнишь, что я вам всегда говорила? Да. В человеке все должно быть прекрасно. А, вот я вижу, какой ты прекрасный. Кира Михайловна. Позорище. Как был дурак, так и остался. Кира Михайловна, дайте вам все объяснить. Подождите, Кира Михайловна. Кира Михайловна! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА М patients-тоим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как, Гриша, я спросил? Ну, не берите с собой телефон на рыбалку. Мне рыба сорвалась, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДНИК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в Анатолии Иваныч, давай-ка через полчаса на объекте и захвати с собой прораба Абултуса. Посмотрим, что вы там сделали. Гриша. Все, давай. Игорюк, Семенов, здорово. Какими судьбами? Да вот у племянницы свадьбы завтра. Я знаю, мне Нинка говорила, она же у меня работает в РАНО, секретарем. Поправился. Ну, годы идут, седой бобер дороже. Слушай, давай забегай ко мне. Заходи, наших помним, посидим. Хорошо. Че? Алло. Да, Люся, это я. Да, я. Люся, хватит. Ну, нету у него никакой любовницы, а? Дачницы. Ну, он бытовую технику им ставит. Ну, конечно, работа у него такая. Люся, Люся. Алло, Люся. Все, давай по этим вопросам ты мне больше звонить не будешь. Хорошо? И себя опозоришь, и мужа своего опозоришь. Все. Мэр. Не надо, вы себя своими выдумками. Все. Спасибо, что одежду привез. А то Светка нарядила меня, черт знает во что. Как там в Москве? Все, как договаривались. Станислав Альбертович, я сказал, что отвез вас Шереметьеву, заехал за вашими вещами. Оформил себе отпуск. Мои все равно на дачу уехали, так что до конца недели я с вами. Да, вот еще. То, что вы просили. А, спасибо. Тут налево давай, на дорогу. Холм с другой стороны объедем. Эй, корыто. Ну что, газу прибавим или как? Это мэр здешний. Да ладно. Мэр? Хе-хе. Мэр. Если мэр на девятке гоняет на чём, у него замы тогда ездят. Пешком ходит, наверное. Если не вообще у него есть какие-нибудь замы. Всем здрасте. О, а кто опять здесь? Почему? Не приняли, что ли? Не приняли. Даже документы в новую школу не берут. Стихи знают. Русские хорошо знают. Ну, неправильно. Ладно, подожди. Сейчас разберемся. Не волнуйся. Подожди. У вас как в том фильме. Одни горы да пригорки. Поэтому город Пригорск называется, так? Далеко еще ехать? До источников. Да нет здесь никаких источников. Ни целебных, никаких. Всё это байки для привлечения туристов и государственных инвестиций. Понял? Понял. А зачем же мы тогда сюда едем? А затем. Я хочу знать, в какие игры играет мой школьный приятель Гриша Ромашкин. На чем зарабатывает свой политический капитал. А может и не только политический. Смотрите, шлагбаум. Ну вот, начинается. Особо охраняемая территория. Я так и думал. Всем, кроме госчиновников, вход запрещен. Почему запрещен? Ничего не запрещен. Просто мальчишки повадились на мотоциклах подъезжать к самому роднику. Вот Григорий Иванович и поставил здесь меня и шлагбаум. А вы без машины. На машинах нельзя. Вы пешком. Прошу. Дед, какому роднику? Там же один лес, да Калуги самый. А вы случайно не местный? О, не деда ли Микола внук? Откуда здесь родники? Так ученые открыли. Григорий Иванович где-то вычитал, что здесь еще при царе воды целебные добывали. И даже лечебница была. Ну, а во время войны все, перекопали, потеряли. Никто не знал. Даже я не знал. А теперь красотища, красотища-то какая. Вы посмотрите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо? АПЛОДИСМЕНТЫ Я вставил в вашу карту свой мобильный телефон. Я обойдусь, а вам никак нельзя без связи. Думаешь? Игорь Николаевич, а водичку-то попробуйте. Класс. Не пожалеете? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Телевочки, приехали? Да, они там внизу ждут. Хорошо. Григорий Иванович, я… Я бы хотела вам кое-что показать, что вы прочли. Да? Ага. Вам тут письмо пришло на ваше имя, вместе со всей почтой. А как пришло, я не знаю. Я бы хотела, чтобы вы его прощали. Ага, сейчас. О, Григория Ромашкина. Может, вам отпуск взять, а? Ну, и семью бы подальше увезли, и сами бы уехали. Ну, все безопаснее. Если они такие письма стали писать, ну, они так просто словами-то бросаться не будут. Уехали, Бах, Григорий Иванович. Это мой город. Мне здесь бояться нечего. Ладно, зови телевидение. Ага, зову. Григорий Иванович, я вас прошу. Оля! Пошла. Иди сюда. Вон, смотри. Окно на первом этаже открыто. Что ты выриделся-то как? Ты при горсти кого-нибудь такого видел? Не видел. Не видел. Сразу видишь, ты чужой. Вот иди, посмотри. И... Едите. Конфер. КОНЕЦ! 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 Избирает неживоток, дома датчиком дают от СНАС, потом умудряют с суда получить. Для ремонта благоустройства. ДАСС, дорогие мои земляки, вызначена она комиссия. А в понедельнику даст ответ по этому вопросу. Мы сможем это обсудить, на следующей неделе в прямом эфире. Ну, на сегодня мы все обсудили. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Да, со мной вы можете связаться, как всегда, по телефону, Либо по имейлу, по почте, которая идет бегущей строкой. До встречи. Всем хороших выходных. Да, и я хотел для вас зачитать письмо, которое я сегодня получил по почте. У нас в гостях, как всегда по пятницам, глава нашего города Григорий Иванович Ромашкин. А сейчас концерт по вашим заявкам. Костя, ты в отпуске собираешься? Собираюсь. Устал. Отдыхай. Подлец ты, Коська. Слышишь, подлец. Тварь. А тетя Света, не обидится, что мы к ней на ужин в гости не пришли? Не обидится. У нее завтра свадьба, ей теперь не до нас. А племянница у вас красавица. Невеста будет. Во! Вообще тут все девчата, как на подбор. В Москве таких уже не найти. Жалко, что завтра уезжаем. А вы почему сюда не так часто приезжаете? Извините. О, Игорюх, привет, безотцовский сын. Я тебя сразу узнал. Не зря моя Светка-то говорила. Весь на Миколу похож. А знаешь, когда под садом-то был, дохлый был, худой, длинный. Придем, был Алла, домой. Смеемся на кого похож. А она говорит, сама не знаю, как ветром надуло. А как я твою мамку тоже любил? Какая женщина, веселая, компанейская. А за водочкой ты помнишь, как там бегал? Придешь, а мы тебе за это и до конфетки давали, помнишь? Слушай, ты мразь валючая. Моя мать еще девчонкой совсем была, а вы налетели, как воронье, когда дед умер. Да ты что, Игорюх, ушибешь ведь. О, Бугай-то какой стал. Ты рассчитался? Рассчитался. Ну и поехали отсюда. Погодите, а как свадьба? Какая свадьба? Не будет никакой свадьбы. Завтра весь город соберется, будут думать, догадать, на кого я похож. От кого она меня родила? Уроды. Еще жалеть меня будут. Да пошел он к черту весь этот город. С мэром их придурочным. О, еще одна машина подъехала. Так. Катя, Люба, давайте. Санек, Прошуцинский. На, тащи, давай. Давайте, 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 давайте. Тащите. Ой. Беги, беги. Смотри, хорошо, что вашего начальника не было, а то мне разрешил. Ну, смотри. Нравится? Мне не надо ни в коем случае. Тащите. Вот, смотри. Красивая. Красивая, как живая. Что, с ней не нравится? Смотри, какая собака. Разлилась, разлилась, речка быстрая. Разлилась, разлилась, речка быстрая. Через тую речку перекладинка ляжит. Через тую речку перекладинка ляжит. Там и шли, про и шли, три сестры и чуники. Там и шли, про и шли, три сестры и чуники. Старшая сестра наперед пошла. Приколепа. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо. Волос невеста. Волос невеста. Пойдем. Пойдем. Мы за вас, Петербург. Мы за вас, Петербург. Спасибо. Свет, это что, у Ромашкина столько детей? Ну, сколько, сколько. Трое дочерей, Лера, Надежда, Любовь, а еще племянницы есть. А слева, вон, жена Катя. Не помнишь? Она с матерью твоей работала. Не помню. Я всех забыл, Свет, очень старался. И Маринку забыл. Ты хоть знаешь, что она умерла? Знаю. Я ей писал в Боровск семь лет назад. Соседи письмо вернули. Родители старались отмечать. Да что ты? Вы сказали, что это? Я не могу поспелить. А? 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 Более. Друзья. О! 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 Идите меня… Мэру вашему и выпить не дают за молодых. А с ним всегда так. Стоит ему где-то появиться, сразу все пристают с разговорами. У каждого обязательно найдется, о чем его спросить. Как вы о нем говорите? Как будто с гордостью. Ну как же иначе? Он же мой брат. Гришка ваш брат? Да. Так, значит, вы… То есть… То есть ты Аня, что ли? А ты, Игорь, я тебя помню. Ты часто к нам в гости ходил, особенно в старших классах. Я так хотела тебе понравиться, а ты меня прогонял, чтоб не мешало. Ну, а ты такая вредная была тогда. Помнишь? Все время обзывалась. И вся в венушках. Некрасивая и лохматая была. Да я сейчас лохматая. Тихо! 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 Дима. Молодец. Хорошо, товарищ пляшет! Деток научился! Он насмеренно вздыхал. Точно так же бился. Да, да, слышу, Станислав Альбертович. Слышу. Рано. Нет, нормально. Да, здесь разница во времени. Что вы у меня? В Бразилии. Ну а где же еще? Слышите? Хорошо. Нет, завтрашнюю встречу со строителями придется отменить. Я, я здесь задержусь. Пока не знаю, на сколько. Ну, а что у нас еще? Ты купаться идешь? Да, сейчас иду. Нет. Нет, ну с этим вы и без меня справитесь. Да. Пойдем. Что по Пригорску? По Пригорску все остается в силе. Да. Да. КОНЕЦ Я на место. Начинаю. Это вы после школы фотографировались. Помнишь? Смешные. Потом тебя в армию взяли, а Гришку нет. Он так переживал. Долго потом всем доказывал, что абсолютно здоров. Закалялся. Из реки до ноября не вылезал. А потом твоя мама запалела. Гриша ходил ее навещать. Ты знаешь? Нет, не знал. Они вместе с Мариной ходили. А Марину ты помнишь? Ну вот же вы вместе. На фотографии у беседки. Знаешь, у Гриши точно такая же есть. Это он вас тогда снимал. А теперь и ее нет. Знаешь, в Излечили есть остров. Ислороха называется. Там живут индейцы, которые раз в год избавляются от плохих воспоминаний. Они плетут маленькие лодочки, складывают в них все, что плохого случилось за год, и отпускают в открытое море. Они считают, что прошлое забирает слишком много сил. 20 лет назад, когда я вернулся в часть после смерти мамы, я отпустил от себя такую же лодку. Я решил начать новую жизнь. Ты был в Чили? Был. Там ослики еще маленькие бегают. Без хвостов. А я вот нигде не была. Когда в Москве училась. Каждую субботу домой. Летом тоже. Кате нужно было помогать. У нее уроки, тетрадки. Одной с девчонками не справится. Ты, Гриша, работал целыми днями. Знаешь, я когда-нибудь накоплю кучу денег и тоже поеду на остров. Ислароха. Игорь Николаевич! Игорь Николаевич! Чего? Аня, с вами? Что случилось? Простых сухарей не было. Я с изюмом взял. Ничего? С бараниной не было. А с чем? Ладно, не тупи. Неси остальное. Слышь, фонарь-то нужен? Перебьется. Меньше видишь, крепче спишь. Да? Ну ладно. Вера, давай, воноси это скорее. Давай, давай, Людочка. Давай, ну-ка. Вези его там в стопочку. Ложи. Давай. Вещи, по-моему, эту кучу кладу. Мы вовремя успели. Я Веру до дома провожал. Подходим, смотрим, дым валит из окон. Мы скорее шланг из сада тянуть, насос включать. А что там загорелось? Григорий Иванович велел сказать, что электричество замкнуло. Но я ж первую прибежал. Поджечь кто-то дом пытался. В каком смысле поджечь? Ну как, книги свалили в кучу и подожгли. А вообще, конечно, какой-то поджег ненастоящий. Почему? Мне кажется, если хотели бы поджечь, льванули бы бензин. Кто-то, видимо, хотел его напугать. Ну, сколько можно ждать? Это же вредно для легких. Бриша. Слушай, наверное, нужно окна. Садись, поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, трезвый я, трезвый. Еще вечером собирались уехать вчера. Так что даже за здоровье молодых не выпил. Вижу, что трезвый. Документы, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Ага, ага. Ну и кто это, Семенов Игорь Николаевич? Это я. Все в порядке? Можете ехать. Зажигалка есть? Изюм, парашки-то. Аксем обалдел, что ли? Раньше хоть пьяный за руль не садился. Срочно, звони его водителю. Этот Боров таких дел натворит, я его знаю. Да где ж его сегодня найдешь, водителя-то? Теща его звони поскорей. О, молодцы. Молодцы какие. Ребят, а может вы мне еще баньку посмотрите? А то у меня там у баньки что-то дверь перекосила. Мам. Что, мам? Что, мам? Когда-то у меня в доме еще столько мужиков будет. Не волнуйся, тетя Света, мы все сделаем. С удовольствием. Вот молодец. Мы и тебе невесту хорошую найдем. Не на, если кто похмеляться придет, ты подай. Но скажи, что мы второй день не гуляем. И так вчера всю ночь хоработит. Свет, Свет, я сейчас передумаю. Поехали быстрее уже. Что поехали-то? Забыл что ли? До базара два шага. Пошли, пешком дойдем. Пока, ребята, работайте. Никита, подожди. Никита, подожди. Помидоры-то почем у вас, мужчина? А, то мне памятник. Леш, а? А, ты где такие центы видала? Во сне, что ли? В страстной пятнице? Я в Москве в три раза дороже торговала. В Москве. В Москве за килограмм дерева можно тысячу рублей вернуть. Свет, перестань торговаться. Бери, за сколько дают, я заплачу. Ну, как это? Как это бери? Как это бери? Такие денежища просят. Там мясо заветренное, куры синего. Что? Что ты орешь, как потерпевшая? Кто орет? Да. Ну, какой он заветренное это? Мало вас спекулянтовый, противный. Спекулянты? А вы только знаете, взятки милиции давать. Да, спекулянты это те, которым к польским тряпочкам французские бирки пришивают. Вот они-то как спекулянты. Вот про вас-то и надо говорить. Молчи, вы умы своих отгоняете. А то приходят, если не нравится, это им не нравится. Ходят тут. Тебе чего? Правильно, заветренное. Какое заветренное? Еще один. Ну вот, я за барахлом сама в Польшу ездила. Оставлю Ниночке на неделю денег, котлет накручу и поезд. Это мне только в прошлом году Григорий Иванович заведующий столовой назначил. У нас тут в школе новую столовую открыли. Ну, вот меня. Григорий Иванович, Григорий Иванович. Вы без него сами-то хоть что-нибудь можете сделать? Нет? Без Григория Ивановича? А везде его упоминаете, как этот, святой заступник у вас какой-то. Ну, а что ты хотел-то? Игоряш, на нем вон сколько людей, не говоря о семье. Ты-то вон один как перст, это же сразу видно. От тебя никому не холодно, не жарко. А он обо всех заботится. Слушай, что ты обо мне знаешь? А? Да от меня, может быть, сто, в тысячу раз больше человек зависит от меня. Больше, может быть, чем от этого вашего мэра. А что ты кипятишься-то? Что ты? Что ты разошелся? Вот прям как покойный дед Микола. Вот правда. Кто тоже такой, как заведется с полуоборота? Ну, чего ты, ну? Да поняла я уже, поняла, что ты там в Москве человек непростой и никакой ты не шофер. Но только вот ты не любишь никого, Игорь. Вот как будто специально никого не любишь. Нарочно никого. У меня Нинка такой была, когда ей 14 лет было. Тебе-то, ну, Игореша, тебе-то 40 скоро. Ты подумай. Ну, пора бы уж как-то научиться ладить с людьми. Ладить с людьми. А Григорию, Григорию Ивановичу, ему учиться не надо. Он просто сам по себе такой, понимаешь? Ему все люди свои. Ну, чего ты, Игорь? Ну, Игорь, ну, куда ты? Да пошли вы все! Привет, дорогая! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Что такое? Оля! Что такое? Что ты здесь в воскресенье делаешь? Воскресенье? Воскресенье. Я пытаюсь дозвониться, между прочим. Ну, сам знаешь. Сами знаете, кому. Извините, да. Прости. Да, вот выписала все нужные телефоны. Дозвонилась? Нет пока. Значит, мобильный недоступен. На турбазе никто трубку не берет. Ребят, вы эти доски распилите и в дробник сложите. А те, что поменьше, можно на щепки расколоть. Тут на целый месяц хватит печку втопить. С такой тещей не пропадешь. Генерал. Это точно. Андрей! Кто? Это тебя. На работу вызывают. Да и что, обалдели что ли, а? Воскресенье, да еще после свадьбы. Ну, дают. Ты меня искал? У тебя загранпаспорт есть? А что? Поехали со мной прямо сейчас. Куда? Куда угодно. На Исларуху поехали. На Кубу. Майами. Куда хочешь. Я хочу показать тебе весь мир. Очень хочу. Поедешь? Нет. Ты мне не веришь? Да нет. Почему я тебе верю? Ты первая женщина, кому я это предлагаю. Правда. Я везде путешествовал один. Поедешь? Я тебе не нравлюсь. Нет, ты мне нравишься. Ну, а что тогда? А, Семенов! Я так и знала, что встречу тебя именно здесь. Но при таком образе жизни лекарство тебе совершенно необходимо. Кира Михайловна, не сейчас, потом. Хорошо? Аня, его надо срочно лечить от алкоголизма. И печень. Я думаю, печень у него тоже не в порядке. А какие надежды он подавал? Кира Михайловна, я же совсем не пью. Да? Да. Если бы я был пьяницей, как бы я закончил экономический факультет МГУ и курсы менеджмента в Лондоне, а? А врать, Семенов, нехорошо. Хотя ты всегда был склонен говорить неправду. Анечка, а когда он был в третьем классе, я его за это ставила в угол. Он плакал, хныкал и просился в туалет. Наконец-то! Я вам с самого утра названиваю. Послушайте, что за цирк вы устраиваете? Где вы набрались этой уголовщины? Я не понимаю, о чем ты говоришь, Игорь. Не понимаете? Я на улице рос, до пятнадцати лет. И то мне такое в голову прийти не могло. А вы интеллигент, хрен знает в как... В как... В хрен знает в каком поколении такие вещи устраиваете. Я вас об этом просил. Игорь, или ты мне сейчас все объяснишь, или я прекращаю этот разговор? КОНЕЦ Что случилось? Ну, какого хрена звонишь, если все в порядке? Лишний раз номер засветить. Да, у моста, как договорились. Да, да, конечно, Станислав Альбертович. Я все понял. Да. А это точные сведения? Угу. Ну все, до связи. Спасибо. Эта земля нужна лично мне, понимаешь? Именно я, а не кто-то другой, будет финансировать строительство коттеджного поселка в Пригорске. Я знаю. Давно? Всегда. Почему не позвонил, не сказал ничего? Я же очень хорошо тебя знаю. Очень много наслышанного владельца, холодилка, бета-капитал, Игоря Семеновья. Знаю, что Игорь Семенов под своих решений не отказывается. И все равно будешь биться за этот лес с источниками. Да. Гриш, я буду откровенен с тобой. Я велел своему заму начать обрабатывать тебя. Он, мужик, тертый еще, приандропию начинал. Тебя завтра начнут травить все областные бюрократы. Ты знаешь, я ничего другого от тебя не ожидал. Интересный ты, мужик, Григорий Ромашкин. Григорий Иванович, я его нашла. Он под Астрахани, он на островах, на рыбалке. Звоните. Олечка, давай попробуем, пока без него обойтись, хорошо? Григорий Иванович. Оль, закрой дверь, пожалуйста, а? Ну и пожалуйста. Мой заместитель рассказал мне кое-что. Получается, у тебя тут и без нас проблем хватает. Есть маленько. Знаю только, что три дня тому назад ты потребовал увольнение начальника милиции Пригорска, прихватив его на взятках. Но решение еще не принято, потому что начальник областной милиции в отпуске. Я так понимаю, ему твоя помощница хотела испортить рыбалку. Игорь, знаешь, давай я своими проблемами буду заниматься сам, хорошо? Это тебя никак не касается. Гриша, еще вчера мне твои проблемы были по барабану, а сегодня мне не все равно, понимаешь? Мне не все равно, что делается у тебя в доме. И почему его собирались поджечь? Интересно, почему? Потому что там живет твоя сестра. Ты знаешь, Игорь, я думаю, что тебе мою сестру тоже придется оставить в покое, хорошо? Игорь, я не знаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Меня зовут Игорь. Любочка, ты к папе пришел? Нет, к Ане. Аня дома? Уходи, ты ей не нужен. Почему? Потому что ты старый и некрасивый. А Анечка веселая, красивая, как Золушка. А ты уходи. Любочка, ты с кем там? Вообще-то со мной. Ты прости меня. Я дурак, наверное. Меня Гриша прогнал, а ты не прогоняй, хорошо? Музыка. 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 Да. А Галя у нас так и осталась. Она еще совсем маленькая была. Знаешь, она хорошая девчонка. Такая тихая, но в то же время очень сильная. Слушайте, вот это вот. Это что за собака-то? Да знаешь, два рняня месяца два назад потом прибилась. От Галки не отходила. Пассировала ей. А потом исчезла. Где только не искали. Галка так расстроилась. Даже похудела. Будете смеяться, я эту собаку в Москве видел. Серьезно? Честное слово, эту морду вот сложно спутать с кем-то. Слушай, надо Гале рассказать. Вот она удивится. Мартышки, Галя где? А она уже ушла. Куда ушла? Она же просила никого из дома не выходить, ну? Рисовать ушла, а куда не сказала. Погоди. Андрей быстрее съедет. Держи. Машина за воротами. Она ведь в лесу, в реке рисует. Да. Правильно? Знаешь где? Разберусь. Пап, можно я с ним? Пойдем. Только из машины не выходи. Хорошо. Они тебе угрожали? Тебе что, отец сказал? Сиди в машине, я сейчас подойду. Здорово. Красиво отдыхаете. А что, твое место заняли? Да нет. Я девчонку свою ищу. Она сюда приходит порисовать. Худая такая, высокая. А вы не видели? Галка что ли? Прикол. И откуда у Тихонина такие мужики на Мерсах появляются? Нет, не было никого. Молодой человек. А вы только примерных девушек на Мерсах катаете? Да по-разному бывает. Не видели, значит, да? Сказано тебе было. Не было здесь никого. Давай валя отсюда, пока мы твой Мерс обрыва не скинули. Понял? Ну, ладно, ладно. Спокойно, спокойно. Отдыхайте. Игорь Николаевич, ее сегодня здесь не было. Понятно? Любушка, ну вспомни. Голубчик, ну постарайся вспомнить, что она тебе еще говорила. Ничего. Сила ящик с красками и пошла. Нам Галка утром сказку читала. Пробила снежку и семь гномов. А Любка все к ней приставала, чтобы она нарисовала, как они грибы на зиму запасают. Господи, а какие грибы? Стоп, стоп. Любочка, где твои гномики живут? Рису. В домике. Где же еще? Я, кажется, знаю, где ее искать. Туда. Они совсем недавно здесь были. Малька. Блин. Атон Степанович, Атон Степанович, эй, эй, очнитесь. Ну, вспомните, кроме Гали на родник кто-нибудь приходил. Вы меня слышите? Атон Степанович. Парень прошел, спросил, как к роднякам пройти. Какой парень? Незнакомый, вот мордастый, такой, вязаный с шапочкой. А потом что? А потом, не помню, все распылось, вязаный с шапочкой, все, кругом голова пошла. Парализующий газ. Ничего, ребята, не помню абсолютно. Гриш, смотри, что я нашел. Игорь Николаевич, куда ехать-то? На лево или на право? Григорий Иванович. Куда они еще могли ее отвезти? Не знаю. В даче у него есть. В лесу за рекой. Что смотришь? Заводи, поехали. Вы что, охренели что ли? Зачем сюда приехали, уроды? Я ж сказал ждать у машины. Да ладно, мы там как пятно на лысере. Ну, что ты стоишь-то? Беги за ним. Сами наваляли. Сами разбирайтесь, придурки. Давай-ка сюда. Давай. Извините. Давай. 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 Ну что? Николай. Ну что? Погоди. Ты чего? Звук какой-то странный. Сюда. Аккуратней. 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 Осторожно. Аккуратней. Ой. Надо чем-то рано промыть. Воды может. В машине йод есть, там открыто. Больше ничего не помнишь? Нет. Почти что ничего. Почти? Ну что-нибудь, ну пожалуйста. Вот так. Ну, может обрывки только слова. Я, наверное, не сразу отрубился. Они, когда меня тащили, говорили про какую-то чайку в лесу, но я не помню. Чайка, чайка. Чайка, чайка. Не чайка, а альбатрос. Да, альбатрос. Да, да. Гришка, альбатрос. Я машину ближе подгоню. Как назывался лагерь под Боровского? Пионерский, где мы с тобой столовку подожгли. Альбатрос. Что там сейчас? Чуть-чуть-чуть, заброшен. Все, едем. Гришка, ну давай быстрее. Сейчас. Алло. Алло, скорая? Ромашкин говорит. Машину пришли на дачу Привалову. Дагда, разрекуй. Мне с ним все в порядке. Пока. Тихо. А, тихо. Тихо. И если будешь молчать, рот не буду заклеивать. Будешь молчать? А будешь тихо сидеть, живо останешься. Блева? Умница. Красивая. А, черт! Вот так будет лучше. Я к тебе еще приду. Мама моя родная. Кошмар на улице везу. Подожди в машине. Я погодю в столице на данный момент. Сейчас Москве 15 градусов тепла, давление 747 миллиметров, влажность 96 процентов. Завтра в городе перемен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА РАДОСТНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слышишь, хозяин, а может, я пойду к девушку навещу? Да сиди уж, доходяга. Я сам ее должен... навестить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тихо! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, привет, Крошка. Это ее голос, Игорь. Это Галка. Ты посмотри с этой стороны, я бегу с другой, понял? Хорошо. Даже стрелять разучился. Мазила. Мразь. Все равно убью, ненавижу. Мазила. 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 Прик. Прик, Jesus, please. I'm gonna break. Break the radio off. I'm gonna break. Break the radio off. Что? Все. Иди сюда. Все прошло, все. Все. Успокойся. Где у вас слезки? Тать Криш, что такое? Что это? Да ничего. Это кровь. Да ничего. Подожди ты. Тебе в больницу надо, дядя Гриша. Сейчас же. Все. Пошли. Катя, Катя, не волнуйся. Гриша! Катя, все в порядке. Ну, все хорошо. Видишь, все нормально. Мы живы-здоровы. И на сголка тоже все хорошо. Катя, ну не плачь. Ну, все, все нормально. Она в больнице. Уже с ней все хорошо. Ну. Ну, давай не плачь. Ну, иди сюда. Ну, что? Ну, все, все. Все хорошо. Не буду плакать. Не будешь. Ты теперь даже на Ван Гога стал похож. Смотри. Ты что намотал-то? С Галкой все нормально? Да. А Аня дома? Аня. Аня наверху спит с девочками. А, ну, ладно. До завтра тогда. А Галке скажите, что она молодец. Игорь! Ты знаешь, я думаю, ты сам ее должен об этом сказать. Ой, испачкался. Игорь, вы поймите нас правильно. Маринка строго-настрого запретила Григорию вам говорить. Это была ее последняя просьба. Дело в том, что она думала, что вы ее просто больше не любите. Она все ждала, ждала, что вы напишете. А вы ей даже открытку не прислали. Извините. Ну, в общем, просто она думала, что раз вы ее разлюбили, то вы и дочку полюбить не сможете. Игорь. Игорь, ну... Не надо. Ну, не надо. Не надо. Ну, не надо. Ну, все, все. Все, все, во это. Все. Вот. Ты уж не пропадай, а то опять исчезнешь на двадцать лет. Ну не пропаду, осенью приеду, я скажу. А я, может, только и не проживу. Насчет дедовского дома. Слышишь? Через неделю пришлю строителей, к зиме должны все починить. Ну ладно. Вот, будь хоть молодым, куда от тебя съехать. Спасибо, дядя Игорь. Не я за что. Ну все, давай. Пока. Оп! А ты чего здесь поехал? Гришка ж по городу ближе. Извините, Игорь Николаевич, у меня тут дело одно. Можно? Я быстро. Ну давай. Давай. Привет. Носи на память А когда вырастешь, я за ней приеду А где ты? Ах ты, господи, черти что Ты куда? Спрячься Иди Это же он, дружище, как же ты здесь оказался? Это он, понимаете, как он сюда попал? Игорь Николаевич, извините, не знаю, как пробрался Но гавкает лучше любой сигнализации Разрешите оставить? Пап, ну пожалуйста, разреши Я вас умоляю, Игорь Николаевич Игорь Николаевич, поскольку таких проектов у нас не было Мы решили обратиться в Гамбургскую корпорацию Эта фирма хорошо известна своими работами со спа-курортами во Франции и Прибалтике Так вот, немцы приехали в Пригорск, взяли пробу воды И они считают, что наш проект окупится в течение трех лет А учитывая осторожность немцев в расчетах, я думаю, окупится в течение двух с половиной лет Ну, может быть, чуть больше Да, но вопрос только в том, сможем ли мы договориться с этим Ромашкиным Сможем А вы у него сейчас сами об этом спросите Ну, может быть, чуть больше Добрый день День добрый Хозяйка дома? Давай, открывай Вы к кому? Здравствуйте Здрасте Лукьянова Кира Михайловна, это вы? Да, это я Очень приятно Вам подарок От кого? Ну, это я не знаю Велено только передать, что от какого-то вашего бывшего ученика Да, давай вывозь А что там? Ну что, мне вас проводить? Да нет, Андрюш, не надо, спасибо Игорь Николаевич Ну, ты слышал, что жена сказала? Ну, хорошо Так, тогда хорошего полета вам Через две недели встречу, как договаривались Спасибо И чтоб никакой турбулентности Ну, кто тебя просил, а? А что такое? Как жалко, что до Чили иначе к самолетам не добраться Если бы вы знали, как я ее теперь боюсь, этой турбулентности Пойдем 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 Продолжение следует... Продолжение следует...